Да, всех приветствуем, слава Богу. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, благослови, пожалуйста, сейчас это Слово Господь, помажь Его Господь, прикоснись к нашим сердцам, молим и просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Иоанна 15 глава, 18 стих. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Ненависть к Иисусу Христу, ненависть откуда она, почему она, причина этой ненависти. Мы об этом уже не раз говорили, что из-за согрешения, когда дьявол согрешил Адам с Евой, Иисус Христос разбирался, Господь, с дьяволом. Он сказал, что будет поражено семя жены поразить тебя. И с того момента дьявол стал преследовать, преследовать и выискивать тот, из которого произойдет это семя. Сначала он гнал израильский народ, притеснял, приводил его к греху, чтобы они согрешили, чтобы были уведены от Господа, чтобы Господь разгневался, рассеялся народ и не было этого семени. После того, как Иисус Христос пришел, явился, он стал ненавидеть его, до креста ненавидел, но после креста он стал ненавидеть церковь. Цель Иисуса Христа после креста – это созидание церкви. И, соответственно, дьявол до определенного времени ненавидит сейчас церковь, его тело, чтобы оно не созидалось, чтобы больше и больше людей не принимали Иисуса Христа. И в 20 главе Откровения мы увидим, как Господь разберется с дьяволом, он будет на тысячу лет скован, и потом пойдет в озеро Огненное. Но Господь, почему же ненавидели Иисуса Христа? В чем была ненависть? Он говорит, раз ненавидели меня, будут ненавидеть и вас. Они не признали. Вот мы можем посмотреть в Марково 2 главе, когда четыре друга принесли расслабленного к Иисусу Христу, и когда спустили к нему, он говорит, прощаются твои грехи, ты исцелен. Кто вокруг был, фарисеи, смотрят, говорит, как же так, он говорит, почему, он говорит, прощаются грехи? Он что, Бог, что ли? Ну как только Бог может один прощать грехи? То есть они, как может они подумать, как человек может, который ходил вместе с нами, как он может быть Богом? А если он, это Бог, то мы вот такие важные, мы должны Ему покориться, мы должны быть, как бы признать Его, и перед Ним смириться, и быть послушны Ему. Это вызывало у них возмущение. Они были против этого. Неприятие, что он божественностью, они не принимали божественность Иисуса Христа. Он был независимый, Христос был. Они не принимали независимость, когда он разговаривал с Пилатом, и когда тот говорил, я имею власть над тобой, он говорит, нет. Если бы ты имел власть надо мной, то у меня та власть, что я могу сейчас привести здесь в 19 главе Иоанна, что ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе слышать. Мне нужно идти на крест, поэтому ты имеешь власть. Так Отец Небесный, воинство со мной, я мог бы разобраться с этим. Они не могли принять Его, когда обличают. Ну неприятно человеку, когда ему говорят, да ты поступаешь неправильно, ты сделаешь что-то не так. Вот в этом ты, ну не надо вот тебе этим заниматься. То есть когда Христос обличал о грехе, это было, не воспринимали это. Но чтобы воспринять, нужно признаться и отвергнуть себя, и следовать за Ним. Это они не хотели сделать. Он говорит, только нищие духом я их наполню, я могу дать им покой, могу дать им как бы исцелить их внутренние вот эти духовные проблемы. И еще не могли принять, что исклюзивное, что только Он есть путь, истина и жизнь. Они не могли этого принять. Но я размышлял над римлянам 1 глава, 17 стих. Благовестие Христово в 16 стихе говорится, а в 17 стихе в этом благовестии открывается праведность Божия. От веры в веру, как написано, праведную веру и жизнь будет. Благовестие Христово приводит к тому, что человек может жить под божественным правлением. Божественное правление благодати может быть жизнью человека. Но люди не всегда это принимают. И получается, два духовных мира. Получается, божественное мир и космос. Космическое правление дьявола, который правит сейчас этим миром. И что человек в свободной воле выбирает? Быть в своей похоти плоти, удовлетворять похоть плоти и отвлекаться на то, что проекции посылает дьявол. И в своей воле выбирать грех или выбрать Иисуса Христа? Да. Выбрать его и следовать за ним. И тогда быть в божественном правлении благодати. Наполнившись Духом Святым, наполнившись Словом Божьим, идти, чтобы Дух и жизнь были обеспечением. Слова, которые, говорит, говорю я, это и есть Дух и жизнь. И к этому могу, 118-й Псалом, 133-й стих, говорится, утверди стопы мои в Слове Твоем, не дай овладеть мною никакого беззакония, чтобы наши стопы, наше хождение ежедневное было утверждено в Его Слове. И когда мы утверждены в Его Слове, когда мы входим в Дух и Святом, тогда никакое беззаконие не может овладеть нами. Мы идем в божественном правлении Его благодати от веры в веру. Как написано, праведный, оправданный Иисусом Христом, верою жив будет. И это такое благословение для каждого мгновения нашей жизни, чтобы мы были утверждены в этом. Благословю вас, Господь. Аминь. Аминь. Замечательное слово. Благодать царствует, благодатью живем. Все вокруг нас, Его благодать и действия, которые Он производит. Слава Богу. Замечательно. Отец наш Небесный, мои благодарны Тебе в этот день. Благодарим Тебя, что Ты назвал Себя по имени перед нами. Что Ты в Библии обозначил, в 117-м псалме, этот день Ты сотворил для нас. Мы благодарны, Господь, что в этот день Ты даруешь нам в Духе Святом удивительную благодать. И это благодать воспринимать этот подарок. Да и каждый миг, каждое дыхание Ты дарующий, Господь. Ты, Господь, многоразличной благодати. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты извлек нас из тьмы, и в той тьме мы славили Себя. Ты перевел нас в Сына Твоей любви. И мы благодарны Тебе, что Ты обучаешь нас всякий раз, всякую секунду, если мы захотим исповедовать Тебя и благодарить Тебя. Благодарим Тебя, Господи. Благослови это слово. Во имя Твоя Иисус мы молимся и просим. Аминь. Итак, мы сегодня завершаем путешествие по пятнадцатой главе Евангелия от Иоанна. У нас сегодня восемьдесят восьмое слово посвящения по Евангелию от Иоанна. В пятнадцатой главе началась она так замечательно и заканчивается так замечательно. «Я истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь». Всякий человек, который рождается в этот мир, он помещается на эту лозу. Потому что мы с вами физически каждый день находимся в его жизнедеятельности для нас. И он предлагает всегда себя нам. И он дарует нам умный ум. Здесь я совершенно не боюсь тавтологии, потому что это его ум, это его стремление. Это я, маленький человечек, и в таком удивительном месте, это мне дано видеть людей по-другому. И передавать Духам Святым истину о том, кто является носителем всего. И второй стих «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он поднимает». Он не сразу отсекает, он поднимает и делает возможным жить с этой ветви. В такой чудесной ветви, слушайте, каждая ветвь, она совершает массу выборов ежесекундно. Ученики, посмотрите, почему Иоанн, богослов был, Иоанн сказал о себе, «Я любимый, тот, которого любит Иисус». Он обнаружил самую главную тайну нашего бытия. Я принадлежу ему, он меня любит. И везде, куда он меня поведет, я буду славить его, я бы там не был. Он виноградная лоза, и это он всегда нас поднимает. Это Дух Святой выводит нас из какой-то ежедневной тьмы, каких-то мелких интересов, на простор его благодати, на простор, слушайте. Недавно пастор Эмиль написал письмо о Пасхе, и как были подарки, самарянская корзина. Самарянская корзина, другая христианская организация, христианская служба передали подарки. Их не покупали, а передали для церкви. Сами подарки делали драгоценные сердца, любящие Христа. И думали, что вот этот подарочек мой попадет человечку, верующему в руки, и будет укреплять его. Мы вообще в такой корзине, где каждый раз такая привилегия слышать его, да потому что мы с вами в его царстве уже. И мы только лишь пользуемся и учимся использовать ресурсы этого царства по полной. И те, которые принимают эти живительные соки жизни Иисуса Христа, плодоносят и плодоносят и плодоносят. И не говорят, что-то я много, слишком несу плода, слушайте, но в конце концов. Да, Бог позволяет нам нести эти плоды. Кроме того, неся плоды, мы обнаруживаем, что это большая радость. Давайте посмотрим на 25 стих, 15 главы. Итак, все мы с вами по благодати получили физическую жизнь. И по благодати Господь заботится о том, чтобы наше зрение открылось, чтобы мы увидели этого удивительного Бога, любящего нас. Отца, который своего сына не пощадил, сына любви не пощадил, а его отдал за нас для очищения грехов, чтобы все эти грехи развести, возложить все это на сына. И вот в 24 стихе Иисус говорит удивительную, пронзительную истину. «Если бы я не сотворил между ними дел». И он совершенно точно делает посыл. «Придет тот, кто сотворит вот эти дела, которые, ну, никто не может сделать». Пётр сказал, помните, да? «А я сделаю, я пойду, я жизнь свою положу». Молодец, Пётр, ну, молодец, здорово. Только ты сначала его, жертву, прими, а потом ты сможешь. Ты представляешь, Пётр, потом ты сможешь. Ты получишь большой, а невероятный подарок – прощение. Подарок новой жизни, когда все те прибамбасы ветхой жизни, они будут постепенно убираться, убираться, отсекаться, отсекаться. И вот уже ты, Пётр, засверкаешь. «Если бы я не сотворил между ними дел» и в контексте всей Библии дел, которые были сказаны, что придёт он сам и сотворит это дело любви, принесёт себя в жертву. «Каких никто делал, каких никто другой не делал, то они не имели бы греха». То есть, ты хочешь сказать, что у меня грех, что я не обращаю внимание на твои дела? Ну, я же свободный человек. Ну, да. Только это свобода тёмного мира. Живём, послушайте, живём в таком мире чудесном. У нас такие, послушайте, у нас такое тело физическое чудесное. Столько нам вокруг даётся чудесного. И мы говорим, и человек говорит, «А я хочу жить свободно, так, как захочу». Да сатана так говорил в книге Иезекииля, 28 главе. Он не хотел делать так, как Господь сказал. У него гордыня появилась. Кстати, гордыня воспитывается в каждом человеке и самыми близкими людьми. Ты посмотри, посмотри, кто ты такой. Но ты же не такой, как другие. И всё. И ростки зла взрастают. И вот уже Мессия, Христос, приходит. И он по великой своей любви и благодати в Ветхом Завете обозначил те дела, которые он сделает для нас, грешников. Если бы вы не видели этих дел, то не имели бы греха. Какого греха? Вы бы продолжали ждать Мессию, надеясь на то, что он придёт и очистит вас от греха. Потому что кровь тельцов и козлов, эти жертвы животными, они покрывали только. Но указывали также, вот он грядёт, который совершит это удивительное дело, через которое мы родимся в Царстве Божьем. А теперь и видели, за несколько часов до распятия Господь говорит, и возненавидели и меня, и отца моего. тебя же встречали. Неделю до этого тебя встречали и полагали и одежды свои, и пальмовые ветви, листья. эмоционально, но также и под воздействием Духа Святого было видно. Они нуждаются. Но снять это воздействие Духа Святого, от которого человек отказывается, или воздействием Духа Святого соглашается принимать, если отказывается, возненавидит Христа подарок Духа Святого отца. За что? 25 стих. Но даст будиться слово, написанное в законе их. Свидетельство есть. Господь подарил закон. И не для того, чтобы люди размахивали им и говорили, вот я какой, мне подарен этот закон указывал на то, что придет Спаситель. И он выполнит все, что написано о нем. Но даст будиться слово, написанное в законе их, извините, возненавидели меня напрасно, без причины. Он пришел, чтобы положить свою жизнь. Чего эта женщина в 7 главе Евангелия от Луки пришла в дом фарисея. Это были две противоположности в мире. Фарисей, морально-религиозная частюля, и она грешница. И вдруг она заходит и не спрашивает, фарисеюшка, а можно я здесь побуду у вас? Нет, она подходит напрямую к Иисусу. Свидетельствуя, грешница такая замечательная, храбрая благодатью дерзновения Иисуса Христа самого престола, милости и благодати. Кто? И она обмывает ему слезами своими, обмывает ноги, отирает ноги, умощает его, вскрывает оловостровый сосуд. Да слушайте, ничего выше, чем и лучше, чем Господь Иисус нету. А для этого фарисея нету ничего больше и выше самого его. И сразу же какая надменность со стороны этого фарисея. Это не пророк. А кто ты такой? Ты сначала почитай, что у тебя написано в законе. и ты обнаружишь, что увидела эта женщина. Напрасно возненавидели меня. И посмотрите 26 стих. «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истинный, я пошлю вам от Отца, Дух истинный, который от Отца исходит? Но надо же от Отца исходит. Да радуйся, что тебе сказаны эти слова о триединстве и о ипостасном присутствии трех лиц. Отец и одна из функций этого и Отца это чтобы от Него исходил Святой Дух. Мне же хочется, чтобы от Иисуса. Иисус говорит, да и вообще не я говорю, а это Отец говорит и творит дела. Какое смирение там! О, сколько чему можно учиться столько и радоваться! Наконец-то, Господи, мне так приятно слышать твои слова и идти по твоим словам! О чем я говорю? Проходили соборы церковные и шлифовались доктрины веры в Иисуса Христа, появлялись символы, вот во что я верю. на Никейском, а потом и Константинопольском соборе всей церкви и западной, и восточной было принято в символе веры записано «И от Отца исходит Дух Святой». И все согласились. Не сразу, но согласились. Очень хорошо. Как написано, да? Так, вот на таком уровне мне дано понимание, я и так сделаю. В 589 году один из тех людей, которые могли вносить какие-то определенные вещи в Писание, но не в самом Писании, а на полях так называемых, приписал на латыни «И от сына». исходит от отца и сына. Казалось бы, но послушайте, я радуюсь, что мне послан этот Дух Святой. До этого происходили там соборы и так далее. А здесь взял кто-то и имя его известно, я не помню. и приписал. И вот Римская католическая церковь стала так исповедовать. А Восточная церковь задумалась, а как это так? Этого же не было в символе веры. И произошло так, что им человеческое приписывают. и произошло раскол. Церкви стали воевать, ну, не воевать, а потом и воевали друг с другом. И появилось это название филиокве. Исходит и от сына. Мне, нам радостно с вами читать то, что написано. Правда? И читая то, что написано, мы с этим соглашаемся. И объяснение такое – утешитель, которого я пошлю вам от Отца. Господи, я так благодарен Тебе. Ты вот прямо в каждой фразе подчеркиваешь – это Твое почтение, любовь к Отцу, это Он мне все передал, это весь мир Он мне передал. И я прошу Его, и вот пришло, приходит время, чтобы Ты послал Духа Святого. И Он говорит – да, я послал. И Иисус берет и посылает. И говорит слова о том, как внутри Триединства устроено это удивительное созвучие, этот удивительный небесный аккорд духовный. И Сын говорит – это от Отца исходит. Он, Дух Святой, исходит от Отца. Ну, хорошо, давайте посмотрим. Да, а в 1995 году произошло еще одно очень важное событие в истории христианства в истории как западного, так и восточного. Папа римский Иоанн Павел II в своем выступлении опустил эту вписанную фразу и возвратился к символу веры, которому пришли на соборах. Можно сказать, а так ли все это важно? Суть заключается в том, чтобы вы знаете, как иногда обвиняют христиан, что у вас нету древних источников. Еврейские законы, Ветхий Завет, он не древний. Им объясняют этим людям, которые скептики и пытаются отойти от этого, да потому что нельзя было оставлять в обиходе религиозном уже истирающиеся свитки. Их надо было копировать, а те ветхие уничтожать для того, чтобы кто-то не подправил бы по своему разумению текст Писания. Какая почесть к тексту, который написан кем? Да людьми, людьми, да, конечно, они писали. А те, которые веруют, они говорят это Духом Святым. И вот нам открыто, и мы с большой радостью мы являемся теми людьми, которые принимают и ободряют и из западной ветви, и из восточной ветви. Когда же придет, и вот оно главное понимание утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Духа истины, я посылаю вам исходящего от Отца, Духа истины, и Он будет свидетельствовать о мне. Каждый из нас, верующих в Иисуса Христа, мы согласны с этим. Мы согласны. Он будет свидетельствовать, Иисус говорит, обо мне. Да, это то установление, которое есть три единствия. Жертвой, страдающей за наши грехи, является Сын Божий. А Святой Дух, Дух Любви, это тот, который направляет прожектор Божий на Сына Божьего, чтобы мы, глядя на это событие, уже теперь посредством Духа Святого, Духа истины, Он за вас принес Себя. И весь Дух, все Божество радуется, глядя на тех, кто принимает и соглашается. И радуется тому, что и сами, ведомые Духом Святым, становимся теми людьми, которые идут под воздействием Святого Духа, Его силы, могущества, самого Божества в нас находящегося, где бы ни было, как бы ни было, как бы не встречали, и можно было бы сказать, из тьмы. И вот вы ради этого живете? Да, мы хотим, зная о жертве Иисуса Христа, зная замысел Отца, зная, что жертва совершена, работа завершена. И это обозначает, что Дух Святой распространяет действия, эти глаголы жизни для нас, а потом и далее нас. Смотрите дальше. Он будет свидетель, Дух Святой будет свидетельствовать обо мне. 27 стих. А также и вы будете свидетельствовать. Поздравляю. И мы свидетельствуем. и мы почитаем это за великую привилегию, что Бог даровал нам Духа Святого и Слово Своё, и Любовь Свою, и благодать. И мы этим делимся, делимся, и делимся, и поднимаются отцом ветви, лозы. Те, кто считали себя живые, будучи мёртвыми от грехов, они становятся живыми духовно. И мы свидетельствуем сама жизнь. И мы свидетельствуем для того, чтобы это лучше софитов был на нас. Нет, как Иоанн Креститель. Вот он, вот он Агнец Божий. Здорово. Ради этого стоит жить вечно. Какая красота! Какой замечательный Бог! Какое состояние смирения, примирения перед Словом Божиим и готовность быть в Его любви. Раньше того отдающего не имея причины ненавидели. Дух Святой через жертву Иисуса Христа поселился в нас. И все время и каждый день по множеству раз инициирует в нас эту удивительную любовь. И мы желаем ею делиться. Мы размышляем об этой любви, о том, что Он дает, об этой открытой Библии, об этих словах, которые раскрываются несчетными гранями благодати, милости и любви, об этой церкви, которая растет, увеличивается, порою сокращается, потом увеличивается. Это обыкновенная жизнь, духовная жизнь. это не наши заслуги. А когда мы говорим, о, это наша привилегия, потому что кто я такой? Когда-то я был один из тех, кто напрасно ненавидел, не имея причины, безумец. А сейчас такая привилегия, такая привилегия быть с Господом и говорить, я видел твои дела, я так благодарен тебе за то, что ты их сотворил, я слышал твои слова, я принял, как апостол Павел, потому что эти слова, это действия, они придают моей жизни и смысл. и силу и укрепляют веру, а ты еще добавил и Духа Святого, и теперь само Божество живет во мне, в тебе, о, какая красота, и теперь я могу, слушайте, жить по-другому вместе с Господом, да вообще передавать Ему жизнь, апостол Павел говорит, да, и уже не я живу, но Христос живет во мне, какой праздник каждый день, и когда в темнице находишься, можно петь в престольном зале Иисуса Христа благодати и милости, и все аптелы говорят Отцу, о, святость, свят, 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 это надо же, они видят эти перемены, и мы их видим, и мы свидетельствуем, и Он здесь говорит, потому что вы сначала со Мною, с какого начала-то? С предвечности? Когда еще времени не было и пространства, ты уже думал о нас, ты уже принес себя в жертву, и потом Духом Святым раскрыл понимание, кто ты, как твоя любовь, благодать, милость предвечная. Слава тебе, Господи, слава тебе. Отец наш небесный, мои благодарны тебе за это время, это благодать пребывания в службе. Благодарим тебя за насыщение этого времени твоей реальностью. Да не хватит слов и не хватит времени всего этого мира, чтобы мы полностью излили благодарность тебе, Господи, какой ты прекрасный. И как же это стоит того, чтобы говорить о себе и делиться тобой, и приглашать на этот пир любви Слово Божьего? Может быть, среди тех, кто слушает эту проповедь по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как личного спасителя. «Сколько дел нужно сделать? Как приготовиться?» Да просто сказать слова признания. Дорогой Иисус, я грешный человек. Прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня твоему слову, приведи в живую церковь, прощай, люби, давай благодать, укрепляй и поднимай, если упаду. во имя Твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос я прошу и молюсь. Аминь. Слава Господу!